Ну что ж, всем вновь привет, с вами Артур, продолжаем проходить, как обычно, третьего Ведьмака. У нас, опять же, дела семейные, кстати, посмотрим на её портрет. Похоже, нет? Ну, знаете, сходство есть, что-то я продуплил этот момент. По секрету, да? Чесотка у него. Так, ну, теперь-то ты будешь доволен, мудила, достал ты меня. Ух ты, как квест, прям сыграем в винт. Я передал Тамаре твой подарок. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, и хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она всё-таки... А что Анна? Я нашёл её. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты её не вернул? Она на кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть её, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел её найти, я её нашёл. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всём виноват? Чё-то борода у него в шпинате. Ну, моё мнение не имеет значения. То, что я думаю, не имеет значения. И всё-таки в твоём взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков. Только вот в людском мире нету чёрного и белого. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну, давай, рассказывай. Санетта у нас была любовь с первого взгляда. В битве по Данхарам мне копьём плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил её руки. А она, делай, расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю Этойну воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом ещё заварушка. Потом ещё одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Ну, хорошо. Что было дальше? Я воевал на разных фронтах, получал жалования, а Анетта одна сидела целыми месяцами. Но позже я узнал, что она была не так уж одинока. Её почти три года утешал какой-то Эван. Друг детства. Пёс бы на нём ездил. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В гробо она видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашёл ни Анны, ни её вещей, только письмо. И писала, мол, меня не любит, уходит к этому шлёпку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как я его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду, отребуху его бросил псам. Как думать, Анна была не в восторге. Эта сука мягко сказана. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец, за нож схватилась. Я, если бы не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые её и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня всё переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтобы я её ударил, кричала, мол, я убил в её жизни любовь, лучше бы её саму убил. Я тысячу раз прощения просил, я цветы носил, подарки, да и хоть бы что. Через два года злостью перешла в равнодушие, но вот временами то у неё приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не всё было так, как могло показаться с самого начала. Ты прав. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Она заключила договор с ведьмами и, вероятно, у неё помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребёнка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребёнок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели её до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, её связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо её отсюда вытащить. Делай, что хочешь, но меня не втягивай. Таскаться по болотам и путаться с ведьмами чистая глупость. Так что делать-то? Сидеть сложа руки и ждать, пока она сама вернётся? Я пошлю туда людей. Я сам с ними пойду и вытащим её. Я тебя предупредил, а как ты поступишь, дело твоё. Я своё слово сдержал. Теперь ты держи своё. Кто слово дал? Я уже за Геральта победил Василиска, так что думаю, для Цири он не составит никакой проблемы. просто задолбить. Ну, немножко поворачиваться за спину. А это побольше, побольше. Ну, садись, давай. По мордасам. Блин. А как так-то? Ёп твою мать. Ну, тут кто кого быстрее, я полагаю. Ну, и не надо так в лоб налетать и готовиться, когда крылом замахиваться, уже уворачиваться, иначе. Четверть хп нахер. Кузнец заплатит вам за меч больше, чем броник. Слушайте, ну, это, конечно, неплохо, но бегать и искать кто что купит подороже не столь крутое занятие. Сколько дают, столько бери. А как бьют, беги. Ну, в нашем случае, умирай, загружайся. Не ожидал я от Василиска такой-то подставы. А говорила, выживут, выживут. Выжили, блин. Да ладно тебе. Тварь ты дикая. Ну что, сученька? Похоже, теперь я побеждаю. Напоминает битву с Криконом. Отлично, 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 есть. Валис и Лиск это переросток петуха, я понял. Ну, курочек. Подождите, может это не Василиска, это Виверна? Не знаю, кто это не хочет, а не кто-то. Так, давай-ка ты не будешь справляться. А там еще кто? Как залезть? ну давай, Поехали! Поехали! Хм! Хм! понятно все потом она уехала видимо ты все собрала спасибо то что ты для меня сделала никогда тебе этого не забуду ты тоже мне помог дал мне приют велел обо мне позаботиться мы квиты тебе не обязательно уезжать здесь ты всегда найдешь теплый угол и хорошую компанию я должна за мной гонится упыри дикая охота когда я использовала силу они взяли мой след за тобой гонится дикая охота пока я здесь вам грозит опасность или людям запереть двери и окна и пусть ночью никто из дома не выходит а ты ты-то что будешь делать я еду в новиград а там увидим она села на коня и уехала пусто тут стало без нее переправа через спонтер окружена риданскими войсками и несмотря на это ты послал цири в новиград она искала чародейку чародей все в новиграде кроме того я не оставил бы ее на поживу риданцев я дал ей охранную грамоту откуда у тебя вообще эти охранные грамоты я ведь не всегда командовал этой бандой придурков когда-то я служил в темерском войске но переправу охраняют риданцы если есть заслуженные репутации хорошие связи то цвета и знамена отходит на второй план значит есть шанс что цири все еще в новиграде спасибо что ты помог не за что раз ты все уже знаешь что наверное торопишься но может быть если ты говори уже я хочу поехать за анной отбить ее не верю я что она там сидит по своей воле плохо ты меня слушал поход на болото это самоубийство вот поэтому мне нужна твоя помощь о цири я тебе больше ничего рассказать не смогу будь уверен я буду очень щедр если ты поедешь со мной просто ты меня убедил но очень сильно убеждал немного наличных всегда пригодится ну ясное дело я значит соберу людей и отправлюсь к штейгерам будет здорово если ты к нам там присоединишься ясно кто это что это было а это ты мне скажи чудище это или человек мои люди называют его ума считают монстром мне кажется человек только страшный как говно ордаля ума странное имя ну да странная но он мне другого не назвал значит он умеет говорить я спросил мол как звать а он ничего только тычет себе в нос палец ноги ну тут я хватаю его за руку спрашиваю тебя как сам он смотрит на меня как на глупого и будит такой у ума вот вот так прицепилась на монстра он не похож хотя медальон при нем дрожит странно откуда он тут взялся а с ним смешная вышла история да я его в карты выиграл неужели больше не на что было играть да что ж ты ко мне сука прицепился ну вышло так а не иначе поставили его на кон и все тут все претензии не ко мне его прежнему хозяин что смешного в этой истории ну поехал я как-то в навигратор развеется вкусить таскать радости и большого города остановился в трактире а там как раз играли вот и я присоединился карта мне шла вот как по маслу ободрал я сукиных детей дочество один торговец особенно взъярился он-то просадил все что привез со скеллиги страшно хотел отыграться понимаешь вот я и согласился я спросил что он может поставить он показывает это чучело ну интерес скверный вы хрен с ним я дал мужику шанс отыграться чё он шансы не использовал так вот уродицы попал во вроде вот и песенке конец очень смешно животики надорвешь да чтоб ты понимал бы но теперь ты самый настоящий барон даже шут придворный есть да я вот чувствую что с ним что то не то то есть он вроде больше зверь чем человек а с другой стороны у него вот сукиного сына есть что такое умный в глазах не знаю может кажется ты видал такое нет не видал но с виду он не опасный ну ладно ничего жрать много не жрет лопот покуда не доставляет так что пускай ребята веселятся мне пора прощай ну будь здоров надеюсь что ты найдешь дочь и будешь для нее хорошим отцом на скиллиги значит у меня задание с этим с черепом спасибо не надо у меня еще есть парочка заданий ну не в велени она точно хорошо что за костырь и а навиграют девятый уровень нужен на кривоухо в топе но там толпа будет по идее может прокатит походить по округе доброволец и я выбираю тогда это что по поводу карлика а я понял что они имели ввиду когда я внизу проходит по выпускайте уроды посмотрим выпускаю рода я думаю урод спит тогда пойди и разбуди его ну ладно а в кабинете ничего не осталось да нет ну ладно можно отсюда сваливать так что далее что далее быстрое перемещение видимо далее эй я не нажимал опять интересно насколько хорошо у меня сейчас знаки работают если такое усиление стоит для моего уровня наверное неплохое усиление просто стоя на знаки качает им должно быть что-то термоядерное а с другой стороны если бы качал мечи возможно было бы лучше но против толпы мечом все равно не справиться куда понятно надеюсь это будет не потное задание потому что если это будет потное то часть удлинить с 50 минут до хрен знает скольки минут конечно как обычно да ладно люди мне помогут с которыми я иду или всех убьют откуда тут вообще охотники за колдуньями не ехали же они самого новиграда чтобы вздернуть двух холопов не знаю господин они сказали куда едут геральт хорошо что ты пришел а то с этим мужичем сладу нет надо будет их кнутом поучить может яснее заговорят ну говори куда поехали в деревеньку на болотах господин и какая-то девка с ними была про мать вы спрашивала девушка геральт едем туда сейчас же согласен так это наверно охотники за колдуньями есть это тамара геральт едем вот тут тяжелый вот у крестьян мозги гниют ведьмы сука вот чё только холопы не придумают скоро ты сам убедишься что ведьмы существуют о да сидят какие-нибудь старухи безумные да людям головы морочат а она с ними осталась потому что сердце у нее мягкое она всегда добрая была мужик не понимаешь ты ни хрена и это печально сейчас повылезают ну как-то тиховато наверное выжидают моменты ну что паскуда выжидают моменты девятого уровня значит простые мечи что они сделают ну чувак нет это еще не жестко погоди человеческие плюши а ухо чудище зря сохранился теперь пока я не пройду полностью задание я никак не смогу вернуться назад если не смогу проходить но наверняка нам смогу но придется стараться очень сильно сейчас еще бабы вылезут с обвисшими сиськами и и и Ёпт-твою. Она ведь именно в меня целится Ладно, не только в меня Не убей меня, пожалуйста Баба Княжеская вода Люди умирают Плохо Так, давайте полечимся Я, конечно, гений, по-моему, еще и медитировал, чтобы восстановить бутылки Да, конечно Две ласточки только Так, ну тем не менее, почти пришли Это радует Сейчас еще полечимся О, там кто-то уже стоит А, это, наверное, охотники за ведьмами Ну и хорошо Больше народа Легче драться Мужик, там убивают Дочке помочь-то не хочешь? Хорошо, что они Чаще всего промахиваются Не всегда, конечно Сучка Давайте, убивайте Да вы будете его бить? Вы что, издеваетесь? Вот и деритесь Тупые идиоты Чуть не погубили меня Угу, отлично Полное здоровье Полное погружение Ведьмак, ты передумал? Сколько отец тебе заплатил? Думаю, тебе нечего бояться Ты же привела с собой друзей Я не боюсь Вечный огонь меня защитит От меня и защищать не придется Тамара, доченька Вернулась все-таки Дай-ка я тебя обниму Не подходи Я приехала за мамой Ты бы так и оставил гнить ее на болотах А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой Вот уж нет Ты ее больше и пальцем не тронешь Никогда Я не позволю Ты Можешь обижаться на меня Я был не лучшим мужем и отцом Но я изменился Ну спроси, кого хочешь Геральт, ну скажи ей Что-то борода у меня совсем Перестаньте ссориться Надо найти Анну Истинно говорю вам Гнев не доведет вас ни до чего иного Кроме погибели А это мы кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир Этой пьяной свиньи это не касается Камара Значит ты с ними теперь? Может еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец И мне все равно, что с тобой станет Напомню, что у нас есть дела Людмак, поможешь нам? Затем я и пришел Я потерял пятерых людей И не знаю, чего еще ждать В этом проклятом месте Не стоит терять времени Ведьмы могут вернуться А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы Обыскать деревню А-а-а-а-а-а-а-а Отлично, у нее прическа прогрузилась Нет Оттерло все Эй, давай-ка назад Грязнуля Пряника кусок Свеженький, горяченький Мама Вот и ты Свежий Как цветочек Бей меня Вышло слишком мало Я надкусила проверить Крепкий ли Но он свежий Жалься Я просила Молила Мама Это я Ты узнаешь меня? Что с ней такое? Я же Сказала, что все сделаю Дай-ка сюда Я протру Все, начисто, дотру Мама Что-то приближается Готовьтесь А, я можно Поготовлюсь У меня хоть Здоровье полное Да Здоровье полное Это радует Какая разница Может волки Что-то не похоже На волков Это верно Приготовьтесь Хорошо пошло От тебя сердится Ты же хочешь Тише Тише Маленький Не мешаетесь Вы Прекрасно Утельце Должь Поли Смерть От Строй 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 Ёб твою мать Прекрасное телце Мускулисто Мускулисто Да Его бить тут Ой, как хорошо Что он завис Дерьмо Гивнес-то Печаль Хрен с ним С гипнозом Да Герен Ты умрешь Петух Прям сейчас Ёб твою мать Ёб твою мать Что это было? Похоже, бес Ведьма нас почуяли И послали его за Анной Проклятые Проклятые ведьмы Мало они нам зла Причинили Хватит Я забираю ее Это моя жена И она вернется Со мной домой Я буду рад Если ты поедешь С нами Не прикасайся к ней Мы обе уезжаем Из этого проклятого места Она больна Слаба Куда ты собралась Тащить ее В таком состоянии? Боксенфурт Ты убьешь ее Я о ней позабочусь Вы рвете ее друг у друга Как тряпичную куклу Дайте ей решить Куличики На обед будут Куличики Ничего У кого они спрашивают Это могут Это какие-то злые чары Ведьмак, помоги ей Прошу тебя Боюсь, это не злые чары А что же? Она слишком много вынесла Потери ребенка Похищение бесом Жизнь в деревне у ведьм Забота о детях Которые теперь пропали Все это оставила Она не из след То есть Ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль Я отведу ее К одному пустыннику Я встретил его Много лет назад Очень мудрый человек У него настоящий дар Врачевания Стоит попробовать Я поеду с тобой К сожалению Это невозможно Почему? У тебя есть обязательство Перед церковью Вечного огня Как только мы Закончим дела В Велине Ты вернешься со мной В Оксинфурт Ты сказал Что спасешь Мою мать И я сдержал слово Теперь о ней Позаботится твой отец Позаботится? Ты же знаешь кто он такой Знаешь что он с ней делал Он уверяет что изменился И я вижу в нем Настоящее раскаяние И скорбь за прошлые грехи Он позаботится о ней А у тебя теперь новая жизнь И новые обязанности Перед вечным огнем Не бойся Все будет хорошо Я больше не притронусь к водке Найду знахаря А когда он ее исцелит Мы тебя отыщем Поклянись Клянусь Ведьмаки были созданы Чтобы убивать чудовищ Не важно кто дает заказ Важно чтобы плата была по уговору Мелочи Только отравляют жизнь Ведьмак должен делать свое дело Без лишних сомнений Он просто поднимает Брошенный ему кошелек И отправляется своей дорогой Люди не ждут что Ведьмак станет защищать их От них самих Спасибо за помощь ведьмак Несмотря ни на что Да хранит и направит тебя Вечный огонь Спасибо Прощайте О как Уровень Это значит открылась новая Где бес Мне нужен бес Бес был тут Где он Только не говорите Что исчезло У него же наверняка Какой нибудь ингредиент Был хороший на нем Ладно Соберем что есть Утопец А вот он Поймет беса Обычный ингредиент Поймет беса Но теперь я буду ходить Пойметом В кармане Еще лучше Но все получилось Достаточно хорошо Бес достаточно Очень много тупил И я его По-быстренькому Зарубал Все замечательно Ведьмак Так Умения Угу Если еще этот знак Туда пихнуть Вообще будет круто Так Что там На следующем уровне Увеличивает Длительность Знака На 10 секунд Число зарядов В альтернативных режимах Знаков 4 Число ловушек В стандартном режиме 2 А мне все равно Так 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 Неплохо Задание Дали опыта У меня по-моему Начало было Уровня 9 А тут Хоп И сразу Ну а теперь По 1510 Уровня Видимо Ну а если не больше Потом Сейчас проверим Когда Получим 10 Ну 11 Так Что с мечами Так Так Уровень Прокачал Фигню Поставил Вроде Все Надо проверить Только Нету ли Чего А с хранится Забыл Вряд ли что-то в подвале Есть проверю Ну понятненько Вот любопытно И Васик Тоже исчез Или нет Что-нибудь На карте Есть новенькое Ну вроде Нет Может конечно Еще это задание Выполнить Оно единственное Тут По уровню По моему Нормальное Нам Сюда Далековато Ехать А так По сути Других досок С объявлениями Если не считать Этих всех Я не вижу Посмотрим Что за задание Что за задание Что по Надо опять же Навиграться Найти в кабинете Пора на уникальную Уникальную карту Так Давайте найдем Уникальная Карта Это полезно Да я так и знаю С колдуньями Управитесь Потом Видимо Окей Такие вы Ублюдоны Заодно Мечи Продадим То есть Барон просто Уехал Какому-то Ворожею И оставил Целый Этот Город Ну не город Ой Извини Не та кнопка Давай поговорим Чем могу Я хочу Посмотреть Твои товары Продать 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 Отлично Бывай А ведьмак Здорово Барона нет Уехал Знахаря Для жены Искать Я знаю Ты видел Что за воротами Творится А что Барон Оставил Меня За главного И приказал Парням Навести Порядок Они Грабят И убивают Такой вот У нас Новый Порядок Нравится Тебе Это Или Нет Учту Когда буду Убивать Хлопот Ищешь Они Сами Тебя Вот Она Наверное Да Карта Есть Так Задание Защитник Веры Кстати Можно будет Следующая часть Повосстанавливать У нас Как раз Десятый Уровень Что Замечательно А на Пока Уже Наверное Сделаем Перерывчик А на Продолжим В следующей Части Всем Спасибо За просмотр Как обычно И увидимся В следующей Всем Пока